Неиспользуемые земли возвращаются государству. Акиматами районов и городов Алматинской области ведется работа по принудительному изъятию пастбищ для нужд населения. При этом землепользователю за изымаемый участок выплачивается определенная компенсация, сумму которой определяет независимая оценочная компания. В Алматинской области около 80 тысяч гектаров земли уже возвращено в госсобственность. Более подробно расскажет мой коллега Жандос Назарбаев. В период с 20 июня по 15 августа текущего года в Алматинской области обеспечен возврат государству неиспользуемых земель площадью около 30 тысяч гектаров. К слову, изъятию подлежат участки в радиусе 5 километров вокруг населенных пунктов. Стоит отметить, что возвращенные в государственную собственность земли будут закреплены за акиматами сельских округов для удовлетворения нужд местного населения, а также представлены на конкурсной основе физическим и юридическим лицам для ведения крестьянского хозяйства и сельхозпроизводства. Земельный фонд Алматинской области составляет 10 миллионов 500 тысяч гектаров земель, в том числе 4,2 миллиона земель сельскохозяйственных назначений, из которых 457 тысяч гектаров пашни, а также 3,5 миллиона гектаров пастбищных угодий. Данные земельные участки предоставлены землепользованием для ведения товарно-сельскохозяйственного производства, либо крестьянского хозяйства. Кроме того, в земельных запасах у нас имеются 2 миллиона 500 тысяч гектаров земель в государственной собственности, которые мы имеем возможность предоставить вновь организуемым крестьянским хозяйством. В регионе действует более 40 тысяч хозяйствующих предприятий. 113 субъектов из них на площади порядка 370 тысяч гектаров. Согласно приказу Минсельхоза страны подлежат проверке. На сегодняшний день уже проведено 28 проверок, выдано 17 предписаний. Ответственными государственными структурами также установлено 584 субъекта, которые занимают 1 миллион 352 тысячи гектаров земли. При этом более половины из них не имеют необходимого поголовья скота. Января месяца текущего года функцию госконтроля передана в департамент по управлению земельными ресурсами, которые являются территориальным управлением. В настоящее время выданы все уведомления недобросовестным землепользователям. По мере формирования документов все материалы будут переданы в департаменты государственных доходов в соответствующих районах для 20-ти кратного повышения земельного налога. Стоит отметить, что земельный вопрос находится на особом контроле Акима Алматинской области и работа по обеспечению возврата неиспользуемых земель в госсобственность в регионе будет продолжена. Жандос Назарбаев, Бигжан Кенчибай, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.